Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня» в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. В Якутске после падения плиты на детей проведут оценку технического состояния конструкции. Также даны поручения по иным мерам профилактических мероприятий. Активный завоз грузов продолжается на арктических реках Якутии. Навигацию удалось возобновить 1 сентября. Конкурсы, турниры и мастер-классы. В Якутске проходит республиканский патриотический слет учащихся и молодежи Всероссийского движения «Юнармия». Проверка лингвистических знаний ждет студентов СВФУ. 10 октября в Главном вузе республики состоится Всероссийский диктант по английскому языку. За досками 11 районов республики в Якутске проходит чемпионат по русским шашкам для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отделом МВД России по Алданскому району разыскивается без вести пропавший Васильев Василий Юрьевич, 1977 года рождения, уроженец села Намы Булунского района. 2 октября 2022 года около 19 часов нуля минут находился в городе Алдан около кафе Угиви по улице Билибина, 35А, на автомобильной парковке. Собирался выехать в город Якутск и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Был одет в черную куртку, из личных вещей была хозяйственная сумка-баул. Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении данного гражданина, просьба незамедлительно сообщить по следующим номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Сотрудники службы спасения, МЧС и родственники продолжают поиски трех пропавших в Намском районе рыбаков. Накануне они совершили облет акватории реки Лены на вертолете и обследовали 420 квадратных километров площади. Всего в работах задействовали 48 человек и 13 плавсредств, применяют гидролокаты рыбакового обзора. Напомним, 6 сентября рыбаки выехали из села Булу с Намского района в сторону Кобяйского района. 8 сентября мужчины должны были вернуться, однако на связь они так и не вышли. Родные забили тревогу, поиски начались 11 сентября. Сегодня утром в мэрии города Якутска была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям вследствие падения плиты на детей. Всем службам и муниципальным предприятиям были даны задачи провести визуальный и технический осмотр всех потенциально опасных конструкций. Будет проведена работа с подрядными организациями для принятия мер по недопущению третьих лиц на территорию строительства. Также будет проведена работа по рекламным конструкциям и остановочным павильонам. Пострадавшим семьям предоставят материальную и психологическую помощь. Цель нашего комплексного плана, чтобы в городе Якутске наладить систему, чтобы все участники этого процесса, наши управы, управляющие компании, подрядные организации, компании, занимающиеся эксплуатацией инженерных сетей, они обеспечили достаточно высокий уровень безопасности на тех объектах, которые эксплуатируются, где идет строительство, капитальный ремонт и другие работы. Для того, чтобы оградить наших горожан, взрослых и детей от такого рода случаев. Врачи отмечают, что состояние одного ребенка соответствует тяжести оперативного вмешательства. Проводится все необходимое лечение. Состояние остальных на данный момент ближе к удовлетворительному. Они находятся в отделении и получают лечение соответственно стандарту. Одного из них в скором времени выпишут. Хочется сказать, что дети получили травму из-за халатности взрослых. Это могло бы не состояться. Поэтому я считаю, что безответственное отношение взрослых к детям на лицо. У нас по приемному отделению ежедневно обращаются около 100 детей. Из них 80% обращаются по поводу травм. В настоящее время участились травмы школьные, бытовые и уличные травмы. То есть дети у нас в большинстве остаются без присмотра, ходят по улицам и получают травму. К другим темам. Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что случай взражения новым вариантом коронавируса перола не зафиксирован в России. Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса перола имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами омикрона. И он более заразный, чем его предшественники. В России есть тесты для выявления перола, а также препараты для эффективного лечения заболевания, вызываемого этим геновариантом, добавили в Роспотребнадзоре. Впрочем, эпид-порог по ОРВИ превышен в Якутии почти на 78%. Превышение эпидемических порогов заболеваемости зафиксировано в основном среди детей. В Якутии на конец прошлой недели зарегистрирован 7501 случаев ОРВИ. По данным лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа, на территории республики циркулируют вирусы негриппозной этиологии. На сегодня в регионе продолжается иммунизация населения. Привито против гриппа 71 471 человек, в том числе 22 149 детей. Напомним, в Якутии не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Всего 11 851 многодетная семья получила земельные участки с начала 2011 года в республике. На получение земельных участков всего было подано 27 643 заявки. Из них под индивидуальное жилищное строительство предоставлено 8 379 участков. В настоящее время обеспечены электрификацией свыше 7,5 тысяч участков, газификацией свыше 3,5 тысяч земельных участков. Это уточнили в региональном инстрое. На реализацию данной программы из государственного бюджета республики в этом году выделено 109 миллионов рублей. На будущий год 150 миллионов. Активный завоз грузов продолжается на арктических реках республики. Так, на текущую дату отгружено 1 миллион 100 тысяч тонн. В аналогичный период прошлого года цифры были почти такие же. И запланированные объемы были реализованы до конца навигации. В зоне особого внимания остаются арктические реки. На этих реках навигация начинается намного позже, чем на всех остальных. В последние годы перевозчики сталкиваются с рядом проблем на реке Яни из-за мелководья. В августе суда там простаивали вследствие отсутствия необходимых глубин. Навигацию удалось возобновить 1 сентября. Сегодня увеличено количество судов, задействованных в завозе. А также продолжаются дноуглубительные работы. 20-летний юбилей отмечает Маганский производственный комплекс авиакомпании «Полярная авиалиния». Здесь выполняется ремонт и техническое обслуживание всех воздушных судов компании. Это свыше 65 единиц техники. На какие вызовы пришлось ответить предприятию за все эти годы, расскажет Сергея Лана Неустроева. Сегодня Маганский производственный комплекс можно назвать настоящим сердцем авиакомпании «Полярные авиалинии». Именно здесь базируется больше половины всех воздушных судов перевозчика, выполняется множество рейсов и производится ремонт и обслуживание самолетов и вертолетов. Но так было не всегда. Трудно представить, но еще в 2003 году символом материально-технической базы авиакомпании «Полярные авиалинии» выступало вот это старое, непримечательное деревянное здание. Именно отсюда берет начало работа данного комплекса. По словам директора предприятия Юрия Мухаметова, 20 лет назад здесь было лишь два воздушных судна. Вертолет Ми-8 и самолет Ан-2. Тогда специалистам лишь предстояло возродить региональную отрасль и поднять ее с колен после лихих 90-х. За эти 20 лет авиакомпании было вложено около 250 миллионов рублей собственных средств на развитие базы, на содержание, на строительство новых объектов. В 2003 году у нас было 30 человек, обслуживающих персонала, как техников, так и технического состава. А на сегодня уже здесь, на базе Магана, работают более 200 человек. При этом около 70% работников комплекса – молодые специалисты. Таких за пределами региона не найти, поскольку в их подготовке учитываются климатические особенности республики. Естественно, это, как говорится, свои особенности. То есть где-то что-то подогреть, где не подогреть дополнительно еще в таком плане. Коллектив, как говорится, у нас сплоченный, дружный. Как говорится, несмотря на то, что молодой состав, ну, помогает, естественно, друг другу, потому что без помощи тяжеловато работать будет. И каждый из них не понаслышке знаком с особенностями работы в самом холодном регионе страны. Так, еще два года назад производить ремонт самолетов приходилось даже зимой в минус 50 градусов. Наши службы обеспечены всем, в том числе и теплым ангаром. Это наша гордость. Это была мечта наша. Как вы знаете, что все обслуживание зимой производилось на улице. Это, представляете, вся техника ремонтировалась на улице. А сейчас техника обслуживается в теплом, современном большом ангаре. 20 лет для такой крупной отрасли – малый срок. Но, несмотря на это, добиться удалось многого. От одного деревянного барака до 14 тысяч квадратных метров административных и производственных зданий. От двух воздушных судов до свыше 60 единиц техники. В конце концов, от желания только возродить региональную авиацию до 1700 полетов ежегодно в самые отдаленные уголки республики. Саргалана Неустроева, Иван Саракаумов, Маган. В Якутске стартовала акция «Теплая осень». В поддержку участников СВО патриотическую акцию запустили общественное движение «Якутия с тобой» и Единый координационный центр. С 18 сентября по 10 октября волонтеры будут собирать для бойцов на передовой посылки с носками, перчатками, балаклавами, термобельем и другой теплой одеждой. В посылки можно будет вложить памятные для военнослужащих вещи из родного дома, что укрепит их боевой дух. Сегодня пункт приема общественного движения в поддержку мобилизованных посетил руководитель Единого координационного центра республики Андрей Федотов. Он подчеркнул, что центр по поручению главы Якутии будет поддерживать каждого бойца из республики, который сегодня выполняет свою тяжелую работу в зоне СВО. Сегодня здесь в республике мы работаем над тем, чтобы активность нашей поддержки не снижалась. Здесь много людей, вот приходят наши контрактники, по-моему, наши отпускники, ребята с фронта, которые получают тут необходимую помощь. Она ширится. Надо сказать, что и фонд поддержки Донбасса активно работает, но и правительство республики не снижает. В Якутске проходит республиканский патриотический слет учащихся и молодежи Всероссийского движения Юнармия. С 20 по 22 сентября юнармейцы будут участвовать в различных спортивных и культурных мероприятиях. Подробности в следующем сюжете. Во мнение нас, судью, счет и раз! Слет юнармейцев начался с военно-патриотической игры «Защитник Отечества». В течение двух дней ребята будут состязаться в строевой подготовке, в разборке и сборке автомата Калашникова, в пулевой стрельбе и общей физической подготовке. Около 200 юнармейцев из 18 районов республики приехали в Якутск с боевым настроем на победу. Я нахожусь в юнармейском движении седьмого класса и ни о чем не жалею. Это мои третьи сборы за всю жизнь. И что бы хотел сказать, пожелать всем удачи, хорошего настроения, а также пусть победит сильнейший. Мы готовились очень упорно, каждый день, тренировки, разное время, все дисциплины прошли. Надежды не возлагаю, только ставлю цели, что нужно. Волнительно, но мы со всем справимся. А может быть раньше уже участвовала в Киеве? Участвовала, слет был в Нерюнгрии, межрегиональный турнир в Тынде, казачий сполох в Якутске и вроде все, ну и наш алданский слет. На этом программа республиканского слета не заканчивается. Ребят ждут зарядки с чемпионом, турнир по гиревому спорту и участие во всероссийской акции «Граффити-защитник». Эта акция заключается в том, что у нас на территории 202-го микрорайона на стене будет нарисован наш земляк, уроженец у Солданского района, который погиб на СВО, обладатель Ордена Мужества. Также у нас запланированы еще другие мероприятия. Это школа юнормейца, образовательная программа, турнир по страйкболу, культурные мероприятия, вечер дружбы и так далее. Республиканский патриотический слет учащихся и молодежи Всероссийского движения «Юнармия» проводится восьмой раз. Его главная цель – это активизация работы по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения. А вместе с тем – пропаганда здорового образа жизни среди тех, кто в скором времени станет гордостью нашей республики. Мария Кардашевская, Георгий Бегорев, Якутск. В Северо-Восточный федеральный университет 10 октября традиционно выступит одной из площадок проведения Всероссийского диктанта по английскому языку в республике. Мероприятие проходит в университете в пятый раз. Участие примут студенты всех направлений подготовки и курсов. Опыт прошлых лет показывает, что мероприятие пользуется популярностью среди студенческой молодежи вуза. В разные годы диктант писали от 150 до 400 человек. Диктант состоит из 300-400 слов и будет длиться около 30 минут. В этом году текст посвящен наиболее важным компетенциям 21 века, необходимым для успешного личностного и профессионального развития обучающихся. Жизнь Якутии в цифры переводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике уже 170 лет. В честь своего юбилея Сахастатом организованы тематические встречи с пользователями статистической информации, экскурсии по историческим местам столицы и научно-практическая конференция цифры статистики для человека, органов власти, бизнеса. О его роли, истории и проделанной работы узнаем в нашем следующем сюжете. Служба статистики образовалась раньше всех предшественников органов исполнительной власти, этим фактом показывая свою важность. С Сахастатом вся социально-экономическая жизнь региона переводится в цифры, что позволяет увидеть положительные и отрицательные динамики, какие вопросы требуют срочного вмешательства и своевременно принять соответствующие решения. Данные, которые создаются, рассчитываются Сахастатом, являются базовыми для принятия управленческих решений. Наш первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев определил своим указом, что официальная статистика информации – это только та информация, которую дает именно Саха-Якутия стат. С тех пор у нас ведомственная отчетность, вся подвергается экспертизе и проходит методологическую обработку в Саха-Якутии стат. Создание вычислительного центра, освоение первого ЭВМ в Якуске, переход на систему национальных счетов – Сахастат пережил много всего. За всю историю дружный, преданный своему делу коллектив проделал колоссальный объем работы, результатом которого стала нынешняя база данных, обширная и максимально достоверная. Благодаря им, благодаря тем, кто и предыдущим поколениям, сейчас коллектив статистиков создал очень большую информацию, очень большие базы данных созданы, которые помогают, создают объективную, достоверную информацию, и можно получить любую цифру с 1853 года. Вот к юбилею они подготовили по 95 показателям база данных. Интересной частью истории службы статистики стала и встреча с американскими специалистами в 1995 году, в ходе которой было подчеркнуто много новой интересной информации. Вот я организовал в 1996 году поездку в Соединенные Штаты Америка по Минопутам. Вот, например, по итогам этой восьмидневной поездки мы побывали и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне. И по итогам этого я написал отчет вот в этом, во всесоюзном журнале, вопросы статистики, всесоюзный журнал. И моя статья там была. Вот, статистика Республики Саха-Якутия в Соединенных Штатах Америки. Конкретика и точность – кредо Сахастата. Преданные своей деятельности сотрудники со всей скрупулезностью собирают и обрабатывают статистические данные. Ценность проделанной работы местными специалистами не раз отмечалась Росстатом и Министерством экономического развития России. А опыт Сахастата будет распространенный в других регионах страны. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. В Москве презентовали российский фильм «Чужая», который снимали в марте прошлого года на Ленских столбах и Конголасском мысе. В главных ролях вместе с московской актрисой Анной Слю выступили любимые якутянами Зоя Багананова и Нюргун Бачиген. Фильм рассказывает о столичной карьеристке Дине, которая отправляется на крайний север. Но авиакатастрофа меняет все. В глухой тайге Дину подбирает местное племя и девушка начинает новую жизнь. Кстати, специально для фильма Нюргун скинул 15 килограммов за полтора месяца, а Анна Слю научилась управлять собачьей упряжкой и танцевать седжо. Режиссер фильма отмечает, в ленте показан собирательный образ всех народов севера. Герои даже говорят на вымышленном языке, который специально придумали лингвисты. В российский прокат фильм выйдет 21 сентября. В кинотеатрах Якутии лента появится с 28 сентября. Хочу поблагодарить главе республики Саха-Якутии Александру Сергеевичу Николаеву. Он нам тоже очень сильно помогал. Он не просто любит кино, но еще очень хорошо в нем разбирается. И во многом благодаря ему в Якутии сейчас кинематограф на большом подъеме. В Якутии развит кинематограф. То есть мы ехали и знали, что там уже есть база, к помощи которой мы можем обратиться. У нас потрясающие актеры. Это песни просто. Они, кстати, отличаются в лучшую сторону от московских актеров. Они натуральны, они естественны. Они не играют, они живут. И это видно на экране прекрасно. Зоя Петровна просто царица. Рядом с ней, во-первых, а, ничего не страшно. Б, она просто восхитительный человек, нежнейший. Ну и, слушайте, такого масштаба, таланта, опыта актрисам я училась каждую минуту. В Республиканском шашечно-шахматном центре проходит чемпионат по русским шашкам, в котором соревнуются лица с ограниченными возможностями здоровья. Спортивное мероприятие будет проходить с 20 по 22 сентября. Подробности в следующем материале. В турнире участвуют 50 участников из 11 районов Республики и города Якутска. Чемпионат состоит из семи туров. На основании установленных правил чемпионата Российской Федерации игроков разделяют по категориям. Спорт слабовидящих, слабослышащих и спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состав очень сильный. Выступают три мастера спорта, пять кандидатов мастера спорта. Это они раньше играли. Сейчас по болезни, по разным болезням они сейчас выступают на этом чемпионате. Проходит девятый раз как сообразование Центра адаптивных видов физико-культуры и спорта 2014 года. Ежегодно спортсмены доказывают, что любой человек способен на многое. Для лиц с ограниченными возможностями необходим особенный инвентарь и правила. У слабослышащих спортсменов должны быть часы с световым дисплеем и амплитуда звука должна быть выше, чем у других. У слабовидящих на часах и шашечной доске находятся специальные опознавательные знаки, а ходы записывают с помощью алфавита Брайля. Для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата сокращается время игры. Со стороны организаторов чемпионата все эти факторы обязательно учитываются. В таких соревнованиях я впервые участвую. Вот раньше в Амгинском лучше было спартакиада, ветеранов это. И вот сейчас я второй раз это будет. Детство участвую, так люблю шашки играть. Шашки это очень полезно. Мы в партию играли, здорово играли. Со мной получилась такая игра. С мастером стильный соперник. Это ветеран. Я это очень уважаю. Турнир проводится с целью пропаганды физической культуры и спорта, а также популяризации русских шашек среди людей с ограниченными возможностями. Победители этих соревнований примут участие в чемпионате на уровне Российской Федерации. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Лыжники и биатлонисты из Чульмана достойно начали новый соревновательный сезон в копилке молодых спортсменов золотые, серебряные и бронзовые медали. Сейчас ребята продолжили тренировки и готовятся к новым победам. С начала лыжного и биатлонного сезона чульманские спортсмены завоевали уже немало наград. На первенстве Якутии, на открытии лыжного сезона в Алдане, в Новосибирске и на межрегиональных соревнованиях в Петрозаводске, где собрались юные биатлонисты со всех регионов нашей страны. Вот так, неуверенно, с помощью тренера или подручных предметов начинаются тренировки. Постепенно движения становятся более уверенными. Ребята набирают скорость и из этих стен выходят призеры и победители многих соревнований. У нас комплексные в основном тренировки проходят в спортивном зале. Потом у нас есть маленький такой тренажерный зал. У нас рекреации, можно сказать, мы по коридору тоже используем, потому что по коридору можно и бегать, и на коньках покататься, мы тоже их используем. Все, что где возможно тренироваться, мы это все используем. Лыжный биатлон начинается довольно рано. В августе в Алдане уже прошло первенство республики, где чульманские спортсмены заняли призовые места. А в городе Петрозаводске Ксения Наполец представляла Якутию. И результат – бронзовая медаль. У меня была хорошая форма для соревнований. Я ездила все лето на сборах, усердно тренировалась. Поэтому, в принципе, роллеры удались очень хорошо, но кросс было тяжеловато. Во время сборов спортсмены тренируются шесть раз в неделю по два раза в день. Самые юные воспитанники стараются не отставать от старших товарищей. И глядя на них, выкладываются на все сто процентов. Я приехал сюда, чтобы тренироваться и стать спортсменом, чтобы на лыжи кататься на лыжи, ехать в Алдан, тренировки. Сейчас в лыжной секции «Метелица» занимаются 40 ребят в возрасте от шести лет. Четыре спортсмена в настоящий момент выехали на первенство России среди юниоров. А здесь тренеры и товарищи ждут их с новыми победами и достижениями. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. На этом у нас все. Но мы продолжим следить за событиями. Оставайтесь на нашем канале.